Здравствуйте. Я вот из Новокузнецка. Как вас зовут? Ну, Кузнецка. Меня зовут Галя. Вот того заказали мы двери. Заказали через банк. Мы грозаем. Уплатили вот 20-го, последнее число. Теперь мы туда дозвониться не можем. И нам ничего не обещают. Что вот сейчас мне делать? У меня мусин валит, без ноги, колясочник. И вот теперь мы не знаем, что нам делать. Да, об этом мы и говорим. То есть дальше, соответственно, вы уже начинаете в суде. Вы уже в суде. Соответственно, есть судья, который уже может на это как-то реагировать. Применять обеспечительные меры в виде наложения ареста на счет данной компании. Вплоть до того, чтобы останавливать взыскание с вас. Кстати, вас изначально ставят в очень хитрую ситуацию, выступая в двух лицах. С одной стороны, выступает тот, кто вам поставляет данные и монтирует данные окна. С другой стороны, хоть и получается в лице одного представителя выступает. Зря вы называете это хорошим словом банк. Это не банк. Это просто организация, которая еще и неизвестна, является ли она микрофинансовой. Есть соответствующий закон, есть соответствующий реестр, в котором они должны содержаться, эти организации. Это открытая информация, это всегда можно проверить. А здесь к вам приходит один молодой человек, как мы посмотрели в сюжете. И, представляясь представителем двух сразу компаний, предлагает вам купить эти окна. Ну, я считаю, что это должно было бы насторожить. Причем действуя по доверенностям, как я посмотрел, выписанных одним числом, с одними и теми же номерами. Люди даже об этом не озаботились. Что касается ответств на ваши претензии. Я так понимаю, что... Ну, я читал ваши документы, которые вы предоставили по этой ситуации. Я так понимаю, что особенно вас заинтересовал и, возможно, напугал тот пункт, на который они ссылаются, законы защиты прав потребителей, о том, что вы обязаны компенсировать им фактически понесенные расходы. Что они обратятся на вас в суд, если вы хотите расторгнуть договор. То, что получили мы от этого письмо, когда мы написали о расторжении, пришло тут же, через два дня, пришло мне это самое от них письмо. Они нас закидали. И они меня как бы запугивают, понимаете? И меня зашли. Нормальная тактика. Я просто объясню вам ситуацию. Как это выглядит на самом деле? Вы расторгаете с ними договор и требуете вернуть деньги. Компания обязана вернуть вам полную стоимость, которую вы потратили, за исключением этих. Они должны обосновать эту стоимость. Как они будут ее обосновывать, это уже, скажем так, их вопросы. Я часто сталкивался с такими ситуациями, видел, когда в обоснование они прикладывают документы от юристов, которые отвечали на претензии. Это не является обоснованными затратами. Еще от кого-то. Ну, по ситуации. Бывают разные ситуации. В данном моменте, что касается окна, расходами являются расходы на приобретение материалов, профиля, окон и прочего. Расходы, связанные на его производство и доставку вам. Но, однако, как эта компания будет доказываться, что это окно, они понесли затраты именно на то окно, которое они принесли вам? Как будет доказываться, Данил, мы поговорим буквально через несколько минут. На горячую линию телеканала «Мой город» поступил звонок от двух пенсионерок из поселка Плотниково. Женщины заключили договор на оказание услуг по установке пластиковых окон с фирмы «Сабес». Подкупила их социальная реклама в местной газете, обещавшая льготы пенсионерам и малоимущим, качество и рассрочку. Пенсионерки ждали свои окна несколько месяцев, прежде чем поняли, что их обманули. Замерщик обещал, что окна будут стоять через месяц, а в договоре маленькими буковками среди прочих подвохов прописан совсем другой срок – 375 календарных дней. Итак, мы находимся в студии «Горячей линии», продолжаем разговор. Данил, у этих женщин все-таки есть шанс вернуть свои деньги? Да. Обращаться в суд сразу же, привлекать в ответчиках обе фирмы, и ту фирму, которую обещала поставить, и ту фирму, которая давала этот займ, и судиться с ними. Людмила, у вас еще осталась надежда, что вы все-таки вернетесь, и окна, если не с этой фирмы, то, может быть, с другой заключите договор? Нет, вы знаете, я хочу прервать все с ними, я хочу получить свои деньги, которые внесены 25 500, и никаких больше дел с этой фирмой не иметь. А с другой? Ну, пока, вот эта боль не пройдет. Ага, к примеру. Ты и у меня так же. Как доверять? Кому теперь доверять? Мы вырастили. Теперь уже страшно даже. Мы вырастили, как? Будь готов, всегда готов. Слово экспертам. Что бы вы посоветовали всем жителям Кузбасса, да, чтобы не попасть на удочку, так сказать, недобросовестных установщиков окон, что делать, на что обращать внимание? Давайте еще раз об этом подведем итоги. Я еще раз повторюсь в некоторых моментах. Первое. Никаких губернских, никаких губернаторских программ по замене окон нет. Второе. Нет компаний, которые занимаются производством окон, которые связаны с властью. Вот губернские там это. Никакого отношения ни губернатор не имеет. Дальше. Третье. Обязательно читать договоры. Любые. Вот что там написано. Вы зарабатываете деньги, вы же свои кровные деньги уносите за окна, но вы еще потрудитесь, прочитайте договор. Не можете сами привлеките родственников, знакомых. Дальше. Пятое. Когда деньги занимаете, смотрите, у кого занимаете. Сегодня нормальный цивилизованный рынок банковских услуг в виде кредитов. И пятое. Ну, сарафанное радио никто не отменял. Вот сделала соседка окна быстро, качественно, хорошо, красиво, иди спроси, узнай. Так же и по другим. Ну, то есть нужно посоветоваться. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Я хочу сказать о том, что эта же фирма, губернские окна, она работает у нас в Кемерово. И моя мама тоже в феврале прошлого года заказала там окна. Но мы как-то сразу поняли, что это окна не наши, потому что на окнах была бирка с дата изготовления. Мы договор заключили в феврале, а окна были изготовлены в ноябре. Мама начала тоже писать претензии. Ну, то есть мы написали более пяти претензий, тоже ходили в Роспотребсоюз, и как бы договор с ними прервали. Но при этом эти окна оставались у нас в маминой квартире в течение шести месяцев. Мы не могли добиться, чтобы их из нашей квартиры вывезли, эти окна. Ваш вопрос, пожалуйста. А вопрос еще в том, что еще такая ситуация, что работники этой фирмы, когда приезжают, они пытаются на людей давить и еще угрожают при этом. То есть фирма же допускает вот такие палатки, и при этом еще оказывается давление на клиентов. То есть пожилой человек на него пытаются давить, чуть ли не угрожать. Поэтому вот у нас вопрос. Если не вывозится продукция, я знаю еще один такой же случай, когда окна стоят и их не вывозят, я могу их, извините меня, вынести на площадку и оставить где-то на улицу, потому что это моя квартира, и я в ней хочу делать ремонт, а они мне мешают. Спасибо большое. Я думаю, что подводя итоги, да, и ответим попутно на вопрос. Ну, по этой ситуации здесь нужно смотреть внимательность договора, потому что тот договор, который считали мы, да, по Гусевой, там получается, если эти окна не приняты, то они остаются в собственности исполнителя. Соответственно, хранить их, конечно же, нет никакого. То есть можно выставить на площадку. Если дом не забрал эти окна, ну, то есть по ситуации, то их ни в коем случае нельзя вывозить, если они считаются принятыми. Потому что это, ну, по сути... Доказательство, по сути... Вы имеете право потом выставить им за это ущерб свой. За то, что вы, они находились на хранении. Я бы хотела добавить вот в отношении угроз. Ни в коем случае вот такие вещи нельзя оставлять без внимания. Обязательно нужно подавать заявление в органы. Обратиться к участковому в отделении милиции и на этих людей написать заявление. Это недопустимо. Данил, вам слово, да, мы подводим итоги программы. Ну, достаточно хорошо уже все сказали, все рекомендации. Ну, я только одно могу сказать. Не надо ничего откладывать, не надо затягиваться этим временем. Слишком много времени на переговоры давать нельзя. Претензии сразу, расторжение сразу, в суд сразу. Не надо бояться. Спасибо. Слово Ларисе. На следующей неделе на телеканале «Мой город» выйдет еще одна программа, посвященная деятельности фирмы «Стройгрупп». Это программа «По счетам». Я хочу, чтобы как можно больше людей узнало о деятельности этой недобросовестной фирмы. Доверчивых людей у нас, наверное, хорошо, что у нас их много, но плохо то, что у нас, к сожалению, есть такие фирмы, которые равнодушны к судьбам наших пенсионеров, инвалидов, тем, кому в этой жизни и так приходится плохо. Я знаю, что многие старики плачут на пороге фирмы «Стройгрупп». «Стройгрупп» и подобных фирм. И многим становится плохо. И так вот я хочу пожелать вам, уважаемые бизнесмены, чтобы вами двигала не только жажда наживы, но и в вас проснулись наконец-то совесть и хоть какие-то человеческие чувства. Лариса, в который раз убеждаешься, что нужно и доверять, и проверять одновременно? Ведь платить за собственную небрежность, согласитесь, обидно. А если и вы хотите, чтобы вас услышали, звоните 8-933-300-0300 и приходите к нам на программу. До встречи! Шансы вернуть деньги. Галина, вот сюда подойдите. Шансы есть. Всех денег вернуть не удастся, к сожалению. Всех не удастся? Ну, нет здесь идеального, какого-то лекарства, идеального средства. Смысл в чем? Какие говорят, схема простая. Шесть компаний, допустим, под разными фирмами, с разными абсолютно рекламами, это могут быть... Это даже хорошо, что их в одной газете 2-3. Все знают, вот вы одну показали сегодня. Это нехорошие люди. Рядом следующие, поэтому, наверное, все точно хорошие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова